Сейчас идем день в день, очень плотно. Если будет необходимо, будем выходить в вечернее время, во вторую смену. Но задача уложиться в срок, и мы будем к ней стремиться. Вместо спортсменов на лыжной базе трудятся экскаваторы, грузовики, бульдозеры и сотрудники подрядных организаций. Окончание строительства первой очереди – 31 октября. Времени остается совсем мало. Для сотрудников подрядных организаций установили график в две смены – с 8 до 5 и с 3 часов дня до 8 вечера. Сейчас рабочие прокладывают электросети для наружного освещения, электропитания будущих зданий и сооружений и асфальтируют дорожки. Здесь будет асфальт, небольшое количество дорожек – это дорожки к футбольному полю и к спортивной площадке. Также будет пескогравийная смесь уложена на грунтовые дороги, то есть благоустройство грунтовых дорог еще будет произведено. Территория лыжной базы находится в пойме реки, и на глубине всего одного метра находятся грунтовые воды. Поэтому просто на фундамент здания поставить нельзя. Сначала устанавливают буронабивные сваи длиной 2-3 метра. Через месяц рабочие планируют закончить с монтажом фундамента. Сейчас производим земляные работы, заливаем сваи, разбивку сваи, впоследствии будем устанавливать судейский домик. И дальше у нас сейчас пойдет судейский домик, мы установим. Следующим этапом у нас будет подиум награждение. После всего уже будет трибуна и все остальное. Напомним, в рамках первой очереди строительства генподрядчик должен обустроить стартовый городок, установить трибуны на 200 мест, судейские домики, эстакады для лыжников, велопарковки, системы видеонаблюдения, освещения и оповещения, а также построить детскую площадку на натуральном покрытии со скамейками и футбольное поле на естественном газоне. В следующем году планируется строительство лыжероллерных трасс, прогулочных дорожек с освещением и зоны тренировок авиамоделистов. Елена Грязкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Субтитры создавал DimaTorzok